Телекомпания «Вид» представляет. Вечер добрый. Приведу случай из жизни, а для кого-то анекдот. Врач мужу. Не волнуйтесь, с этим неврозом ваша жена проживет еще хоть сто лет. А я, смиренно спрашивает муж. Для кого-то 20 век, век научно-технического прогресса, покорения космоса, атомных электростанций. Для большинства землян 20 век, и сегодня мы в этом убедимся, век неврозов. Сегодня сейчас пик для главного психотерапевта Министерства здравоохранения России, Бориса Дмитриевича Корвасарского. Здрасте. Добрый вечер. Борис Корвасарский, 67 лет. Заслуженный деятель наук России, доктор медицинских наук, профессор. В 54-м с отличием окончил военно-морскую медицинскую академию. Три года возглавлял медслужбу эскадренного миноносца. В 57-м из-за тяжелой болезни был демобилизован и снят с воинского учета. Вскоре поступил в аспирантуру Ленинградского научно-исследовательского психоневрологического института имени Бехтерева. Остался там работать и в 69-м возглавил клинику неврозов. Одновременно преподобал в Ленинградском университете и институте усовершенствования врачей. Автор 160 научных работ. Основатель Ленинградской школы психотерапии. Все свободное время отдает работе с учениками. Под его руководством защитилось 90 кандидатов и 10 докторов наук. С 86-го главный психотерапевт Минздрава России. Президент Российской психотерапевтической ассоциации. Несмотря на высокие посты, врагов у него нет. Работает 24 часа в сутки и в шутку называет себя роботом. По мнению коллег, умеет из камня выжимать в воду. Валерий Змитович, на бытовом уровне прекрасно мы все знакомы с гриппом, простудами, корью, коклюшем, детскими болезнями. А вот в силу того, что у нашей медицины своя история, психоневрологические заболевания, вообще вся эта область для нас мало знакома. Что такое невроз? Довольно сложный вопрос для краткого ответа. Вообще честные ответы всегда краткие. Это я знаю, жизнь этому меня научила. Может быть переутомление. Обычное переутомление это не невроз. Может быть стресс, землетрясение, какие-то другие глобальные катастрофы. Это не невроз. Невроз это заболевание личности, связанное с нарушением каких-то особенно значимых отношений человека. Я вам пример приведу. Например, я знаю людей, которые никогда не летают самолетами. Миллионы летают самолетами, а они нет. Никогда. Это невроз? Вот это боязнь? Самолета боязни? Это не невроз как заболевание. Это невротическая реакция. Невротическая реакция, она условно-рефлекторно по павловским механизмам, когда-то зафиксировалась при каких-то обстоятельствах. Бессонница это невроз? Бессонница может быть частным проявлением. Бессонница обязательно для невроз. Это как симптом? Как симптом. Невроз? Бессонница может быть связана и с другими причинами. Чаще всего, ну давайте вот так вот постепенно, описательно приближаясь к тому, что такое невроз. Вы занимаетесь этой областью десятилетия уже. Вот 50-е и 60-е годы. Самые типичные случаи неврозов в то время? В 50-е и 60-е годы происходит смена клинических картин неврозов. Классические картины истерии с припадками, параличами, слепотой, глухотой начинают заменяться соматическими нарушениями в картине неврозов. Сердечными расстройствами, дыхательными, желудочно-кишечными. Это конец 50-х, начало 60-х годов. То есть такие внешние личностные проявления заменяются органическими? Либо заменяются соматическими расстройствами, либо заменяются картинами интимного страдания. Не такими яркими, не такими броскими, как это было раньше. А сейчас, в 90-е годы, новое время, другой социальный фон, другие проблемы человеческие. Если раньше о безработице никто никогда не говорил. Если раньше все примерно равны, все примерно получали свои 120-150 рублей в месяц. И понимали, что будет через 5 лет с каждым. То есть сейчас? Сейчас, и это очень важно, потому что клиническая картина невроза во многом определяется общественным сознанием. Так же, как и причины неврозов определяются общественным сознанием. И на первое место, это неудивительно кажется, что на первое место стали выходить астенические расстройства. Проявление слабости, психической, физической слабости. Стали выходить депрессивные расстройства, снижение настроения. И тревога. Вялость. Вялость. А что такое физическая слабость? Это понятно. Психическая слабость. Снижение умственной обоспособности. Да, трудности сохранения внимания, переключения внимания, ухудшения памяти. То есть, вообще говоря, это то, что любой из нас может, судя по себе, сказать, вот я устал, да, вот что-то я не соображаю, что-то я к концу дня какой-то вялый. Это уже может быть признаком невротического заболевания? Нет. Это может быть признаком того, что эти симптомы у вас есть. А являются ли они проявлениями неврозы? Или просто банального переутомления, когда вам нужно поехать в дом отдыха и отдыхать? Как отличить невроз, уже болезнь, от банального переутомления? Можно отличить только по механизмам развития невроза. Для того, чтобы возник невроз, необходимо несколько условий. И одним из таких важных условий является наличие внутриличностного неосознаваемого конфликта. Существует конфликт противоречивых отношений, противоречивых установок, противоречивых тенденций. Этот конфликт не разрешается в силу каких-то причин. Вот вы знаете, я не знаю, понятно ли зрителям, мне непонятно. Вот вам пример. Это хрестоматийный пример, который понимают все, я думаю. Ни один алкоголик никогда не признается себе и окружающим, что он больной. У нас поэтому и существовало даже принудительное лечение. Как определить, что у человека глубоко запущенный невроз, что его надо лечить, что ему надо лечиться, что ему надо восстановить собственную личность? Как? В отличие от аппендицита, который диагностируется в течение нескольких секунд, для этого нужно работать с пациентом в течение длительного времени. И все-таки установить механизмы невроза. И не даром психоаналитики на это тратили не месяцы, а годы многие. Значит, когда мы говорим, я не могу ответить иначе. Для того, чтобы диагностировать невроз, нужно работать с больными. А можно ли ответить на этот вопрос так? Вот у нас есть, условно говоря, фотография нормальной личности и фотография аномальной личности. И вот по этим различиям определить, да, процесс зашел глубоко, надо тебя вытаскивать, надо тебя лечить. А это значит, родные, близкие, знакомые, друзья, в конце концов, сам человек понимает, насколько он стал другим. Дело в том, что пороги, те пороги, когда я начинаю считать себя уже страдающим неврозом или считать себя нервным, эти пороги все время меняются. Во время прошлого и десятилетия, когда ситуация в стране была социально щадящая, скажем, я мог отправиться, я не спал пять дней, я мог отправиться к врачу, он мне мог поставить диагноз неврастения и признавал меня страдающим неврозом. И мне выдавали больничный лист, я мог длительное время находиться на больничном листке. Но ситуация сегодняшнего дня изменилась, и здравоохранение не является социально щадящим. И сам пациент уже не всегда пойдет при первых же проявлениях бессонницы или головной боли. А сегодня я могу, если я чувствую, что со мной что-то не в порядке, что я действительно, мне трудно удержать в памяти фамилию человека, с которым я только что познакомился, что у меня постоянные сомнения в том, правильно ли я делаю, даже когда зажигаю спичку. Если я прихожу к врачу, могут ли мне дать больничный? Я здоров, у меня нормальная мышечная сила, у меня нормальный взгляд, у меня нормальная температура. Да, да. Да, вы можете получить больничный лист, если степень выраженности этих нарушений будет достаточно большой. Но будут ли это проявления невроза или какого-то другого пограничного состояния, это выяснится только при общении с вами психотерапевт. Спасибо. У нас есть телефонный звонок, зрителей заинтересовало эту тему, слушаем вас. Отношение к кодированию. К кодированию? К кодированию, да. Нет, я могу ответить. Пожалуйста. Хотя кодирование применяется в основном при лечении алкоголизма, но теперь применяется при лечении ожирения также. Может быть, можно кодировать государственных чиновников от взяток, раз можно от алкоголизма, нет? Не думали об этом? Ну хорошо, это, извините, будем считать это неудачной шуткой. Будем считать, что это шутка, да. Кодирование, которое распространилось по всей России, которым занимается масса людей, это некоторая вынужденная мера нашего государства, в нашей стране. Уменьшить число алкоголиков. На самом деле, кодирование, это, конечно, не основной путь лечения алкоголизма. Алкоголизм лечится гораздо более сложно. Будем считать, что кодирование – это самые краткосрочные, самые экономичные методы психотерапии алкоголизма, и часто эффективные. Они особенно эффективны там, где пациент сам хотел бы избавиться от алкоголизма. Да, здесь есть мотивация. Поговорим о другом. Вот существует помимо социальной среды, которая провоцирует возникновение неврозов, о чем вы сейчас рассказали немного, существует еще просто физическая среда, то, что нас окружает, то, что мы видим вокруг себя. И вот одно мнение по этому поводу. Пожалуйста, цитату. Если долго не отводить взгляда от нового здания из сплошного стекла на проспекте Вернадского, то можно заработать невроз. К числу неблагоприятных с точки зрения видеоэкологии объектов специалисты причисляют Белый дом, практически весь Калининский проспект, Макдональдс на Тверской, гостиницу «Турист». К благоприятным зданиям относятся ГУМ, Кремль, церкви и соборы. К сожалению, хороших примеров в Москве гораздо меньше, чем плохих. Что делать с огромными территориями, застроенными вредной для здоровья архитектурой, никто не знает. Вот так называемая теория агрессивных пространств, которая провоцирует психику человека. Да, нет сомнения в том, что среди почти 500 методов психотерапии существует большая группа, которая построена на воздействии искусства на психику. Да, это арт-терапия, музыкотерапия, библиотерапия. И, конечно, когда мы говорим о зданиях, о кварталах, о каких-то экологических, каких-то средовых таких моментах, то приходится учитывать их влияние положительное или отрицательное в зависимости от цвета, в зависимости от формы, в зависимости от эстетических их особенностей. Я привел бы пример такой крайний, скажем, на подводных лодках, где особое экологическое пространство в качестве психотерапевтических приемов использовали пока слайдов, на которых демонстрировались луга, природа. И не обязательно, но это могли быть и городские памятники. Скажите, пожалуйста, а климат, место жительства человека может ли провоцировать неврозы и перемены места жительства может ли вылечить человека? Вот я, например, страдаю от того, что в Москве давно не было солнца. На меня это действует подавляюще. Если очень кратко сказать, невроз, конечно, возникает при столкновении человека с различными трудностями, широкого плана, в том числе переезд из города в деревню или наоборот, или какие-то другие трудности. Я живу в спальном районе, значит, у меня это тоже может действовать. Но не сами эти трудности приводят к неврозу, а отношение к этим трудностям. То, как я к ним отношусь. Вы знаете, я вам сейчас приведу пример, извините. Замечательно, Володя Довгань, человек, которого многие знают и видят на этих марочках его, он замечательно сказал, я отношусь к трудностям, которые мне посылает судьба, бог, кто угодно, как к возможности еще раз доказать, что я человек. Он их воспринимает положительно. Все проблемы. Вот удивительно. Да, так вот, мы говорили, что невроз возникает при нарушении каких-то значимых отношений человека. Что значит значимых? У кого-то горит дом, изгорает все имущество, и он дает невротический срыв, потому что он стремился всю жизнь к накопительству. А для другого это событие, в общем-то, проходящее событие. Не в деньгах счастья, говорит другой, и свободен от этого. У одного будет невроза, у другого не будет. Так что не само событие неблагоприятное, а мое отношение к нему. Степень зависимости от окружающей среды, от людей, от мнений, от самоощущения. Да. А как лечат неврозы? Ведь нам известно, что психотерапия, психоаналитика в Америке особенно развита очень хорошо. Не совсем так. Ну, вам видней. Я говорю о своем обывательском мнении. Так нам говорят. Так говорят средства массовой информации. Мы видим это в фильмах, читаем в книгах. У нас люди скорее пойдут, имея вот такие проблемы, не к врачу, а обращу себя к друзьям, как в песне поется, или к экстрасенсам, или к бабке, или кому-то по рекомендации, но не к психотерапевту. Когда я начинал заниматься психотерапией, то у нас в стране, это 60-е годы, 50-е годы, у нас в стране было 10-20 психотерапевтов на весь Советский Союз. Вот видите, а вы подтверждаете. В это время в Америке были, так же, как сейчас, десятки тысяч психотерапевтов. Поэтому здесь много интересного. Вы обращаетесь к знакомым, вы рассказываете им о своих переживаниях. Это один из механизмов психотерапии. Это катарзис, это отреагирование. Вы рассказываете им о том, что вас беспокоит, и вам становится лучше. Да, греческий катар, если вы приходили, смотрели театр, и после просмотра вы отреагировали какие-то эмоции. Значит, это тоже психотерапия. Но настоящая психотерапия сегодня должна быть в руках профессионалов. И наша Российская психотерапевтическая ассоциация, которая создана, она стремится к тому, чтобы их тоже было много тысяч. Когда вы начинали, было 10? Да. А сейчас? Я думаю, сейчас тысячу-полторы тысячи психотерапевтов, объединенных в профессиональные ассоциации. Вы для них, вот вы принесли здесь, будет издана... Да, здесь не видно. Ну, это обложечка, будет издана психотерапевтическая энциклопедия. Хотя мы отстаем в количестве психотерапевтов, мы впереди, я так понимаю, по содержанию, впереди по подобным изданиям. Я благодарю вас, потому что здесь не видно, что эта первая психотерапевтическая энциклопедия имеет посвящение российским психотерапевтам, посвящают эту книгу авторы. Вы практически пионеры у нас, да? Когда-то осваивали Северный полюс, так же и психотерапия в стране у нас. С изданием этой книги в ближайшее время ликвидируется разрыв, по крайней мере, информационный между тем, что знают психотерапевты западные... Будет на чем учить эти десятки тысяч необходимых. Давайте послушаем, у нас звонок из Петербурга. Слушаем вас. Санкт-Петербург. Абалецова Елизавета Александровна. У меня есть племянник. Он болен с шизофренией, диагноз у него. Но этот диагноз почему-то постоянно меняется. Излечивается шизофрения? И как определяется именно, что это шизофрения? Сложный вопрос. У нас около двух минут до конца программы. Очень быстро отвечаю, что шизофрения, это, конечно, не невроз. Это настоящее психическое заболевание из большой психиатрии. Но поскольку был задан вопрос, шизофрению обычно боятся. Считают, что если у кого-то из родных шизофрения, это уже рок, это на всю жизнь. Дело в том, что такой крупный психиат, как Снежневский, говорил, что не надо бояться этого диагноза, потому что 50-60% больных излечивается сами, такое самопроизвольное излечение, остаются какие-то особенности характера. Но это, конечно, проблема не моя, это проблема уже психиатров, которые занимаются психозами. Это проблема и точности диагноза. Ведь когда-то, когда вам было не так много лет, вам тоже был поставлен диагноз, по которому вы должны были умереть. Да, этот диагноз, конечно же, должен быть подтвержден хорошими специалистами. Скажите, пожалуйста, последний мой вопрос. Может быть, он такой совсем уж журналистский, немножко парадоксальный. Вот то время и это у нас в стране. Когда-то боялись, что ночью постучат в дверь и заберут. Сейчас боятся безработицы. Был синдром КГБ, сейчас синдром свободы. Но лекарства меняются от этого или нет? Человек остается, и процесс излечения от страха остается тем же самым. Механизмы невроза, механизмы, биологические механизмы невроза, физиологические, биохимические механизмы, они остаются одними и теми же. Содержание невроза, факторы вызывающие невроз, и содержание невроза, симптомы невроза, они соответствуют, как я уже сказал, общественному сознанию. И поэтому лечение, которое будет предполагать воздействие на основы, это будет лечение теми же лекарствами. Но психотерапия раньше, это был гипноз. Я тебе говорю, что у тебя не будет болеть, голова не будет болеть. Этот гипноз очень хорошо соответствовал тоталитарному мышлению. А теперь мы говорим, что ты будешь здоров, если ты... Надо убеждать. Ты будешь здоров, если ты будешь стремиться к самоактуализации, развитию. Пронуждать собственные силы. Да, собственная инициатива, собственная настроенность на успех. Ну, вы знаете, мне кажется, мне очень хочется какой-то итог подвести. Мы заканчиваем программу. Во-первых, обращайте внимание на себя. Оказывается, усталость не всегда просто усталость. Усталость может быть симптом начала серьезной болезни. И верьте врачам, психотерапевтам, хотя их немного, их в будущем будет больше. Ходите и советуйтесь к ним. Я напоминаю, сегодня был час пик для главного психотерапевта страны Бориса Дмитриевича Карвасарского. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Телекомпания «Вид» по заказу ОРТ. Спасибо. 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 Спасибо.